Мы находимся на неделе российского ритейла, разговариваем с гостями мероприятия. Майя, расскажите, пожалуйста, для чего вы сегодня присутствуете здесь? Я представляю компанию Академия КАМ. Мы единственная лицензионная компания в России, представляющая методологию управления знаниями и активами, разработанная более 20 лет назад в Кембриджском университете. И мы здесь для того, чтобы пообщаться с ритейлерами, провести индустриальное исследование, составить отчет о том, какие тренды, какие инструменты сейчас наиболее актуальны в этой отрасли, и обсудить с ними, каким образом наша методология управления знаниями и активами поможет отрасли развиваться. Расскажите о своих впечатлениях от форума в целом и о деловой программе. Ну, форум развивается, становится больше, лучше с каждым разом. Деловая программа очень насыщенная. Я общаюсь и с экспонентами, и с участниками программы, и со спикерами. Конечно, всех волнуют вопросы бурно изменяющихся событий, которые происходят в отрасли. Это и диджитализация, и сокращение цепочек поставок, и автоматизация, безусловно, и многие другие тренды, о которых тут, наверное, все говорят. Конечно, каждая компания хочет найти свое место в этом изменяющемся мире, хотят понять, как они могут развиваться, хотя времена для ритейлеров не самые лучшие. Расскажите, почему не самые лучшие? Ну, очень высокая конкуренция, очень высокая скорость передачи информации, распространение между потребителями. Если раньше какая-то ошибка у ритейлера могла быть, распространяется, допустим, годами, или, может быть, вообще никогда о ней не узнали, пока потребители. Теперь благодаря соцсетям, благодаря интернету любая оплошность, любой какой-то промах любого магазина становится моментально известна огромному кругу потребителей. И потребителей потерять сейчас очень легко. А приобрести их вновь и получить их заново не так просто. Ну и высокая конкуренция, выход торговли в онлайн, который сокращает объем продаж в оффлайне, другие тренды, которые, я думаю, что влияют на отрасль в целом. Спасибо большое. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok